Такая не расчесанная, ну я не знаю, ты вечно не расчесанная, и вечно у нас везде все грязно, и вот это у нас не так, что у нас уже есть нечего, никто не приготовил завтрак, кто будет завтрак готовить, я тут батрачу, а завтрака нету, она ходит и думает, ну и придурок, ну вот это я, за что его полюбила ярко выраженного человека, и после этого у человека появляется, вот он недоумевает, знаете, там женщин, а она ложилась и думала, какой он милый, какой он хороший, ему так благодарна, и он домой денежку приносит, это же он все для семьи делает и так далее, и ему ничего не мешает, но вот он рожден с тем, чтобы утром проснуться и быть врединой. Так вот, многим людям нужно выращивать в себе вот это качество, находить хоть немножечко в себе эти ростки радования, хоть немножечко, находить в себе вот элементы этой радости. Знаете, я вот когда-то говорил на родительском собрании у своего ребенка, там один из родителей говорит, а я вот научу своего ребенка драться и бить всех остальных детей, потому что мы должны воспитывать человека, быть воином. Я говорю, не, ну мы что, варяги какие-то, или мы живем вообще в каком-то первобытном обществе, и нам для того, чтобы завладеть женщиной, нужно огромному количеству мужчин зубы выбить. Слушайте, я думаю, что мир так устроен, он и так может научить всему плохому. Я говорю, а давайте пойдем другим путем, и будем наоборот в детях воспитывать культуру, и будем из детей делать милосердных, добрых и очень хороших людей. Потому что мир, он устроен по принципу выживания, и злу этот мир и так любого человека научить. Зачем нам обучать еще злу? Давайте обучать прекрасному, давайте обучать видению того, что человек может хотя бы с собой справиться. А так вот он же для себя хороший такой мужчина, он встает и все знают, что он хороший. Кстати, совет для женщин или для мужчин. Если вы живете с мужчиной или с женщиной, у которых временный заскок, не обращайте внимания. Говорите, там меня все равно любят, все нормально. Почему?